Всем привет, дорогие зрители! Мы на территории Мпередло, и сейчас я хочу поговорить про кубковый матч Спартак-Зенит, который стартует уже послезавтра. И объяснить вам, почему для нас это очень важно. Победить Спартак и уволить Абаскаля прямо сейчас. Для начала объясню, почему нам важно победить Спартак. Потому что если Зенит проигрывает в кубке или играет в ничью, это всегда означает в этом сезоне, что неуспехи так же будут и по чемпионату. Достаточно вспомнить игру с Балтикой, которую Зенит проиграл, и потом не смог обыграть ССКА. Достаточно вспомнить игру с Ахматом, которую Зенит не смог выиграть в основное время. Потом два поражения подряд было. Достаточно вспомнить поражение Динамо в первом матче, после которого Зенит слетел с первого места нахуй. Поэтому не обыграть Спартак это означает провалиться еще так же по чемпионату. Нам очень важно обыграть. Обычно, да, я говорил и так было, что Зенит вылетал из кубка и экономил силу на чемпионат. Но в этом сезоне обратная параллель. В другую сторону щелкнут умлю. И если Зенит не добивается успехов по кубку, то также не будет успехов и по чемпионату. Поэтому в этом смысле на матч со Спартаком надо выйти во всеоружие. Надо показать всех себя на максимум. Надо забить чем больше, тем лучше. и победить на Уиде в третий раз подряд. Хотя нет, не в третий раз. Там уже еще 0-3 было, но ладно. В третий раз в четырех матчах победить на Уиде. Почему бы и нет? Ну и почему налажено уволить Абаскаль прямо сейчас? Потому что, во-первых, Абаскаль чисто со своей точки зрения как зрителя скажу, уже заебал. Заебал тем, что принес Спартак один из самых слабейших. И я хочу видеть в Спартаке более сильного тренера, который способен бороться со всеми, в том числе и Зинит, на равных. И я хочу видеть в Спартаке того тренера, который действительно разбудит гладиатора самого настоящего. Массимо Карреро я хочу видеть в Спартаке, чтобы у нас был действительно во-вторых сперни. Ну и почему важно уволить Абаскаль прямо сейчас, а не потом когда-либо. Потому что если Абаскаль уйдет потом, тогда он 200% будет тренировать на матче самого Спартака. Это 200% означает, что Спартак проиграет. Для Зенита чемпионской конкурси это не актив, мягко говоря. Если Абаскаль уйдет после игры Спартак-Зенит, сразу же, если, например, Зенит выиграет 0-3 или 0-4 и терпение руководство, сколько он лопнет, то тогда на матче с Динамо будет тренировать какой-нибудь другой тренер. И эффект от смены тренера может позволить Спартаку прыгнуть выше головы и даже без промеса засыпить с Динамо какие-то очки. Это очень важно в каких-то того, что Зенит может взорваться с Динамо. Зенит на выезде еще будет играть с Динамо. Будет еще на выезде играть с Касандаром и в таких условиях, в таком нервном, неровном, качельном сезоне любой маломальский возможный отрыв это играет важнейшую роль в вопросе золотых медалей и в вопросе битв за какие-то там рекорды. Но помимо всего этого хочется еще также сказать, что с Москвой в этом сезоне у Зенита клеится, мягко говоря, не особо. Хорошо, что после Кубковой игры Зенит и Динамо начали немного выправлять стихи в свою пользу. Важно продолжать, важно не сбавлять, важно во всех турнирах Москву выигрывать. Выигрывать в Москве. И со Спартаком это явно не будет лишним. со Спартаком это тоже московский клуб, это клуб, за который болит большая часть Москвы, объективно говоря. И это клуб, который если мы победим, то у нас будет опять же уверенность. Уверенность в том, что мы можем бороться с самыми сильными командами. И эта уверенность нам очень пригодится, когда мы поедем в Краснодар и когда мы поедем в Москву играть с Динамо. Поэтому, ребят, если обычно мы настраиваемся на кубок как второсортный турнир, то сейчас в этом сезоне нам кубок очень важен. Даже не только в контексте кубка, сколько в том, что параллельно с кубком у нас идут успехи также в чемпионате. Нам очень важно продолжать эти два турнира одновременно идти, чтобы нигде ни по какому из турниров не было провала. Ребят, давайте настроимся и просто обыгрываем на Спартак-Москве. Просто возьмем обыгрываем на Спартак-Москве. Мы это уже делали и делали далеко не один раз. И это далеко не так страшно, тем более у них нет киньси про мес. Тем более они, так скажем, у него все оружие подходит к этому матчу. они подходят с нулем полным в графе забитые мячи за всю весну в чемпиаде. Три мяча забили Эренбургу в кубке, но даже с Эренбургом у них была такая убогая, честно говоря, игра, что Зенит может вполне обыграть Спартак без скидки на выездной или не выездной нам просто надо это сделать. Ребят, пожалуйста, ради всех нас давайте настроимся и сделаем. Вот так.